Всем привет! Урок 25. В этом уроке немного теории по Task, а также будем фиксировать Activity в состоянии Post. В этом уроке узнаем, куда помещается Activity, пока его не видно, и откуда оно достается при нажатии кнопки назад. В Help об этом написано достаточно понятно. Я сделаю краткий перевод основной части этого Help и использую их схемы. Первая часть урока. Task. Мы уже знаем, что приложение может содержать несколько Activity и что Activity умеет вызывать Activity из других приложений с помощью Intent и Intent Filter. Если вы хотите отправить письмо из вашего приложения, вы вызываете Activity почтовой программы и передаете ей данные. Письмо уходит и вы возвращаетесь в ваше приложение. Создается ощущение, что все это происходило в рамках одного приложения. Такая бесшовность достигается за счет того, что оба Activity ваше и почтовое были в одном Task. Прежде чем продолжу объяснять, хочу сразу привести аналогию, чтобы тему легче было понять. Параллельно буду давать понятия аналоги из Android. Механизм организации Activity в Android очень схож по реализации с навигацией в браузере. Вы находитесь в одной вкладке Task и открываете страницы Activity, переходя по ссылкам Intent. В любой момент можете вернуться на предыдущую страницу, нажав кнопку назад. Но кнопка вперед отсутствует, так как страница, на которой была нажата кнопка назад, стирается из памяти и надо снова нажимать ссылку, если хотим попасть на нее. Если вам надо открыть что-то новое, вы создаете новую вкладку и теперь уже в ней открываете страницы, переходите по ссылкам, возвращаетесь назад. В итоге у вас есть несколько вкладок. Таск. Большинство из них на заднем фоне, а одна активная, с которой сейчас работаете, на переднем. В итоге список аналогий браузера и Android таков. Теперь вам будет более понятна тема о Task. Task — группа из нескольких Activity, с помощью которых пользователь выполняет определенную операцию. Обычно стартовая позиция для создания Task — это экран домой . Находясь в Home, вы вызываете какое-либо приложение из списка приложений или через ярлык. Создается Task. И Activity приложения, которое отмечено как Main в манифест файле, помещается в этот Task как корневое. Task выходит на передний фон. Если же при вызове приложения система обнаружила, что в фоне уже существует Task, соответствующий этому приложению, то она выведет его на передний план и создавать ничего не будет. Когда Activity A вызывает Activity B, то Activity B помещается наверх, в Top Task и получает фокус. Activity A остается в Task, но находится в состоянии Stubbed, его не видно и оно не в фокусе. Далее, если пользователь жмет Back, находясь в Activity B, то Activity B удаляется из Task и уничтожается, а Activity A оказывается теперь наверху Task и получает фокус. В каком порядке открывались, добавлялись в Task Activity, в таком порядке они и содержатся в Task. Они никак специально не сортируются и не упорядочиваются внутри. Набор Activity в Task еще называют BackStack. Я буду называть его просто Stack. Схема с официального сайта демонстрирует пример. В верхней части то, что видят пользователи. В нижней — содержимое Task. Видно, как при вызове новых Activity они добавляются вверх стека. А если нажата кнопка назад, то верхняя Activity из стека удаляется и отображается предыдущая Activity. Допустим, у нас есть Task с несколькими Activity. Он на переднем фоне, мы с ним работаем сейчас. Если мы нажмем кнопку Home, то ничего не будет удалено. Все Activity сохраняются в этом Task. А сам Task просто уйдет на задний фон и его всегда можно будет выводить оттуда снова, вызвав приложение, Activity которого является корневым для Task. Либо можно удерживать кнопку Home и мы увидим как раз список Task, которые расположены на заднем фоне. Если же в активном Task несколько раз нажимать кнопку назад, то в итоге в стеке не останется Activity. Пустой Task будет удален и пользователь увидит экран в Home. Там еще, как всегда, куча нюансов и сложностей, но пока мы остановимся на этом и в дебри не полезем. Этих знаний вполне хватит, чтобы ответить на вопросы предыдущего урока. Почему на шаге 2 MainActivity исчезла с экрана, но осталось висеть в памяти и не было уничтожено? Ведь на шаге 3 было уничтожено Activity Tool после того, как она пропала с экрана. А на шаге 4 было в итоге уничтожено и MainActivity. Почему шаг 2 стал исключением? Теперь вы знаете почему. Потому что на шаге 2 MainActivity осталась в стеке, а Activity Tool вставилась наверх стека и получила фокус. Ну а на шаге 3 и 4 были удалены Activity из верха стека. В Task не осталось Activity и мы увидели экран Home. Если бы мы на шаге 3 нажали не Back, а Home, то Task с обоими Activity ушел бы на задний фон и ничего не было бы уничтожено. Вторая часть урока. Post. Теперь давайте откроем проект с прошлого урока P024.1 ToActivityState. Мы хотели поймать состояние Post для Activity. Это состояние означает, что Activity не в фокусе, но оно видно, пусть и частично. Мы можем этого добиться, если присвоим диалоговый стиль для Activity Tool. Оно отобразится как всплывающее окно и под ним будет частично видно MainActivity. Оно и будет в статусе Post. Давайте реализуем. Для этого открываем Android Manifest XML, вкладка Application, находим там Activity Tool и справа в поле TM пишем такой текст. Все сохраняем и запускаем приложение. Появилась MainActivity. Смотрим логи. Все верно. Вызываем Activity Tool. Видим, что не был вызван метод OnStab для MainActivity, а значит приложение не было переведено в состояние Stabbed и находится в режиме Post. Нажмем Back. MainActivity восстановилась одним лишь вызовом OnResume, а OnStart не понадобился, так как оно было в состоянии Post, а не Stabbed. Мы четко увидели разницу между этим примером и им же на прошлом уроке. И MainActivity у нас был в состоянии Post. Далее можно нажать Back, а можно Home. Вы уже знаете, что произойдет в обоих случаях. По логам можно убедиться в этом. Чтобы вернуть Activity Tool нормальный режим отображения, зайдите снова в манифест и удалите строку из поля Tem. Кстати, у вас уже вполне достаточно знаний, чтобы создать приложение с кучей Activity, прописать вызовы и поиграться, посмотреть логи. Тем самым закрепите темы Lifecycle и Task. На следующем уроке вызываем Activity, используя неявный вызов и Intent Filter. Всем пока!